Приветствую вас дорогие друзья, с вами я Анастасия Час. Сегодня среда, 14 сентября и это очередной обзор по основным валютным парам. На экране у нас евро-доллар. Что я хочу сказать по этой паре? Ну, во-первых, хочу сказать, что если мы посмотрим вот то, что я вчера и говорила, то оно вчера в принципе, давайте я уменьшу чуть-чуть, чтобы было понятно. Я сказала, что возможно мы будем как же и позавчерашний день, то есть как же и пятница в этом же диапазоне. Ну вот видите, чуть-чуть все-таки ниже вот отработали. Сегодня на открытии я хочу сказать, что если как бы до этого тренд на неделях был все-таки восходящий, сейчас он у нас вот произошло пересечение линий. Правда оно не очень такое пересечение прямо знаете широкое там конкретно, а легкое. Значит, все равно вероятность того, что уже на неделях мы разворачиваемся вниз. Хотя, как я и говорила, на неделях мы идем вверх, одни уже пошли вниз. И если увидеть полную картину, вот как у нас все-таки вот был восходящий тренд, вот видите, как мы пробили там, откатили и пошли вверх. И вот был тренд восходящий там, в принципе он начался отсюда, но чтобы вот становиться более конкретно, вот можно было вот именно здесь, если по-правильному. Но об этом я расскажу, я запишу сегодня, чуть позже, отдельное видео, потому что есть кое-какие тонкости, нюансы, которые я хочу вам дать, поделиться, рассказать о них. И один такой вот прекрасный индикатор, всего лишь одна вот такая вот линия, один мувинг, который вам поможет в работе не только внутри дня, но и вообще и на неделях, на месяцах и так далее. Но я это сегодня сделаю чуток попозже. А пока давайте так пройдем именно по тому, какие у нас ожидания на сегодня. Ну, тренд дневной мне показывает, по крайней мере у меня нисходящий, но видите, пока мы пошли вверх и отрабатываем вот сейчас недельной линии. Очень вполне возможно, что мы еще тут вверх пройдем немножко, также кинем свечку. Вполне возможно, что где-то до 100, сколько здесь? Здесь вот где-то, где-то вот так, вот так, где-то до 125, вот так вот вполне мы можем. Но можем и отсюда развернуться. И хочу сказать, что вот пока вот мы идем вверх, видите, здесь очень такой уже мы его пробили, и теперь уже стал уровнем сопротивления. Здесь же и недельные линии, здесь же и вот наш мувинг красный, про который я говорю. Так что здесь очень такой серьезный уровень, 123,70 пока что на данный момент. И возможно отсюда откат вниз, еще раз сюда, и дальше уже продолжение движения вниз. Но если мы поменяемся на минутках, то увидим, что пока идем вверх. Вот именно на минутках надо переключаться, чтобы понять внутри дня. Тут тоже есть вот этот волшебный мувинг, и чтобы понять, что мы будем дальше делать. Но об этом я потом расскажу, я говорю, в отдельном видео, сегодня запишу. Ну а так ожидание на сегодня, разворот получается недели, вот он ночью случился, то есть недельный тренд разворачивается нисходящий. Поэтому вполне возможно, что мы придем вот сюда. Это какой у нас, 120, 1,120, 13 и даже возможно ниже. Ну вот как-то так на сегодня. Я ожидаю такие предположения у меня, что мы можем сюда. По крайней мере, я бы стала вниз на 120, 1,120, поставила бы тейк профит. Вот такие ожидания по паре евро-доллар. На очереди у нас пара доллар-франк. Пара доллар-франк. Ну что, пара доллар-франк еще вчера на неделях показала, что мы пересеклись, и недельный тренд сменяется с нисходящего на восходящий. То, что и в конце дня, видите, уже произошло. И так мы пошли, вот как было пересечение, вот здесь вот желтенькие линии, вот как они здесь пересеклись. И так сразу после пересечения еще мы протестировали нижний уровень и пошли вверх. Хотя показывал тренд нисходящий на днях. Но сегодня, вот видите, серенькие такие светленькие линии. Тренд показывает восходящий. Вот видите, как мы столько времени как бы тестируем вот этот уровень. И вот мы пришли к следующему. Но здесь же и линия месяца. Вполне возможно, что мы придем сюда, откатим еще раз, потому что вот мы прошли, откатили сюда, выше мы не прошли. Вполне возможно, что мы можем откатить, еще протестировать уровень 0.973.70. Но это при условии, что вот мы сейчас пробьемся, закрепимся ниже 0.976.08. Закрепимся здесь, значит, ниже, вот чуть-чуть ниже этого уровня 0.976.10. Значит, пойдем тестировать еще раз недельные линии перед походом вверх, то есть перед разворотом, переходом в восходящий тренд. И вот красная линия, как я вам говорила, это волшебная такая, которая дает четкое понимание о движении рынка. Ну, здесь же и находится, сейчас еще раз сменю, здесь вот, смотрите, чуть выше находится разворотная линия дня. То есть, ну, бывает, что доходит до этой разворотной линии, но бывает, что не отрабатывает. И продолжение дальше вверх. Если будет продолжать движение дальше вверх, то следующая цель, сейчас я, видите, здесь еще уровень, но я потом объясню, как с этим работать. Дальше вверх, скажу сейчас, вот, следующая цель, если все же, вот, мы пойдем вверх. Следующая цель, это у нас 0.900... Так, сейчас, немножко плохо вижу. 900... Так, что ж такое? 980.97. Вот такой вот уровень вполне мы можем сюда прийти. То есть, понятно, 0.980.95, ну, 0.981, да, и, возможно, и выше. Есть вся вероятность, что мы придем сюда однозначно. По крайней мере, можно остановиться, если вот мы ниже разворотной линии, вот, голубенькая, это уровень, сейчас я скажу какой, 0.974.50. Вот, если мы закрепимся, чуть-чуть вот здесь еще свечечку сделаем, в течение четырех часов мы можем сюда прийти еще, четырехчасовую свечу нарисовать, скажем так, до этого, до разворота 0.974.57. И отсюда можем продолжать движение дальше вверх, и прийти сюда, к этому уровню 0.980.95. Ну, вполне вероятно, что и отсюда мы будем, то есть, закрепимся здесь выше, вот, линии месяца 0.906, 0.97606, и пойти дальше вверх. То есть, все возможно и отсюда. Но пока что нам говорит, что мы, как бы, сейчас я скажу, пока что, да, пока что вероятнее всего, что мы пойдем сейчас еще вниз, потому что на минутках вот мы находимся ниже, это и так, что вполне вероятно, что мы все-таки идем вниз тестировать разворотную линию дня и, возможно, линию недели, как я и предполагала. Ну что ж, это обзор на сегодня по доллар-франку, по паре доллар-франк. Следующая пара у нас фунт-доллар. Фунт-доллар. Ну, фунт-доллар вчера красоту такую нам показал. Вообще, здесь я хочу сказать, что вот мне фунт-доллар нравится. Одна из моих, ну, третья, скажем, моя любимая пара. А вообще первые две мои любимые пары. Прошу прощения. Это доллар-иена и австралийский доллар в паре с американским долларом. Я вчера на нем заработала, я его люблю, обожаю, так же, как и иену, доллар-иену. Я потом, может быть, покажу, ну, в принципе, даже покажу, что сделал тоже австралийский доллар вчера, вон какая красота. Спокойненько было, без всяких таких взмахов, без ничего, спокойно стал отсюда и вниз. И также фунт-доллар. Ну, по крайней мере, вот мне нравится. Я честно скажу, что я больше всего работаю с доллар-иеной и с австралийским долларом в паре с американским долларом. Реже с фунтом-долларом. Ну, а это что касается Форекса. А если взять, так я работаю с индексами, я работаю с РТС, я работаю с нефтью, и я работаю со Сбербанком. Вот это мои те инструменты, которые я лично предпочитаю. Хорошо, все, идем мы на фунт-доллар. Возвращаемся обратно. Кстати, фунт-доллар вчера тоже такой вот, видите. Хотя вчера у нас показывал на днях восходящий тренд, но фунт-доллар пошел прям конкретно вниз. Я сегодня в отдельном видео объясню, почему и как это бывает, и что бывают такие несоответствия внутри дня. И вы поймете почему. Ну, а пока что у нас недельный тренд нисходящий. И дневной тренд на сегодня тоже нисходящий. Вот он показывает нам нисходящий. Но пока что, видите, мы идем вверх. И я думаю, что мы идем сюда. То есть к уровню 1.325. Я думаю сюда. И вот здесь находится недельная линия 1.324.37, 1.325. Вот сюда. Потому что, вот видите, мы пробили вот эту вот линию. Мы пробили линию месяца. Оттолкнулись. Сейчас возвращаемся сюда. Возможно, протестировать ее, закрепиться и пойти дальше вверх. Либо, ну, возможно, прямо отсюда дальше вниз. Ну, так как нисходящий тренд, то вот верхняя точка, я обозначила, какая может быть сегодня верхняя цель. 1.325. А нижняя цель у нас может быть, я вам сейчас покажу. Нижняя цель у нас может быть 1.316. 316.20. 1.316. И, возможно, еще дальше вниз. Потому что дальше вниз еще. Но, видите, на часах уже появляется волшебное. Это вот, то есть цель туда. И если взять, то дальше вниз уже пустота. То есть идем на днях. Мы вниз идем. И находимся и на неделях. Вот мы вниз. Месяцы. Но пока что, вот я вам говорила, что цель у нас. Вот цель у нас, как и если внизу 316. И ниже 316. Сколько тут у нас? Сейчас посмотрим. Ой, 315 даже. И, возможно, даже ниже. Так как фунт, вот иногда, я говорю, выкидывает такие форделя. То есть вполне возможно, что мы можем прийти туда. Вот это такие мои ожидания. Повторюсь, что показывает мне нисходящий тренд. Но здесь нужно смотреть и самим, и принимать решения. По крайней мере, вот здесь такая, достаточно такой уровень. Серьезно, это линия месяца. Это 320.50. Пока вот здесь, вот видите, оно тестируется. Но пока что, вот если взять на минутках, что нам показывают, пока что мы идем вверх. Поэтому все говорит о том, что мы можем вот сейчас откатить. И опять-таки, повторюсь, к этому уровню. 1,320.50. А возможно, даже и сюда. Вот 1,319.70. Вот. И пойти дальше вверх. Откатить. Ну вот, по порядку, я говорю, по волнам. Откатить сюда. Можем откатить сюда же, либо чуть-чуть ниже. И развернуться и пойти вниз. Все зависит. Но это красная волшебная такая линия, это мувинг. Он, конечно, не держится на одном уровне, но меняется потихоньку. То есть, идет за ценой. Но как понимаете, что делать, я вам сегодня расскажу. Как его построить. Как ее построить. Какие настройки там, чтобы вы могли лично уже наблюдать и работать по этому индикатору. Вот. Это что касается пары фунт-доллар. Следующая и последняя пара у нас. Доллар-иена. Итак, какие ожидания у нас сегодня по доллар-иене? Доллар-иена. Тренд недельный нисходящий. Нисходящий недельный тренд. Но видите, уже второй день мы идем. Хотя вот тренд, видите, нисходящий. На месяцах он у нас восходящий. И на днях тренд у нас тоже восходящий. То есть, вот иена как-то, ну она достаточно такая непредсказуемая пара. То есть, с ней как бы и легко работать. Но когда ее понимаешь, чувствуешь. Видите, как красивенько. Вот она идет. Прямо вот, смотрите. Вот. Лесенка. То есть, удобно, нормально, если на минутку, внутри дня с ней замечательно работать. Но ее нужно понимать. Поэтому, смотрите, вот восходящий на днях сегодня. И вот, смотрите, мы отрабатываем вот нижнюю от нее. Вот пришли, оттолкнулись и пошли вверх. Их отработали один раз, оттолкнулись и не дошли даже до линии месяца. Оттолкнулись, пошли дальше. И вот ее пробили. И вот закрепляемся выше. Видите, свечечку формирует. Закрепляемся выше. То есть, вероятнее всего, что мы дальше пойдем вверх. Какая у нас цель дальше вверх? Сейчас я посмотрю. Потому что, вот, следующая цель у нас дальше вверх. Вот, она находится на четырех часовках. Это 104, 390. Вот здесь цель. Ну, видите, она тоже идет как бы скос, то есть вниз. Вполне возможно, что в течение дня, ну, чуть-чуть она будет ниже. 104, 333 и так далее. Хотя, я не исключаю, что мы сейчас вот эти четыре часа пойдем вверх. А потом можем откатить еще раз, прийти вот тестировать. И пойти дальше вверх. Но это иена. Это иена. И я не исключаю внутри дня. Вот я говорила, что вот мы можем пойти дальше вверх. Цель я обозначила, которая вверху. Но мы можем и отсюда где-то вернуться и протестировать опять-таки вот нижнюю линию. Где-то 102,680. 102,740. Вот, потому что здесь линия месяца. Вот такие ожидания. Пробьемся и закрепимся ниже 102,720,730. Значит, придем дальше тестировать линию недели. Ну, вот здесь на пятнашках и находится вот этот волшебный повин. Кстати, разворотная неправильно у нас показывает. Вот эта разворотная линия дня аж где находится. То есть еще даже ниже. То есть они скопления. Для себя я, друзья, я не рисую. Это для того, чтобы вам показать, чтобы видны были. Я работаю вот просто посмотреть. Я вам покажу. Вот мой. Потому что они для меня яснее и ясного. Понимаете? Мне эти линии не нужны. Я просто могу увеличить. Перейти на месяц, перейти на неделю, на день. И посмотреть, что там показывает. Как я тоже это дальше покажу. Но пока это держу в секрете. А так вот, посмотрите. Для меня все понятно. Вот. Как работает. То есть никакие дополнительные мне не нужны. Я смотрю на мовинги. Знаете, как на нотный стан. Я смотрю. Вот есть нота передо мной. И я играю. Так и здесь. Вот есть нота передо мной. И я остановлюсь. Откат стало. Дальше вижу, что будет происходить. Ну, вот такие у нас. Кстати, вот смотрите. Это на открытии. Что сделала пара доллар-рубль сегодня. Вот такой вот гэп. Таким гэпчиком открылись. Существенным. Ну, естественно, что происходит. Гэп будет отрабатываться. Вверх пойдем опять. И, возможно, дальше вниз. Ну, это так. Это все, что я хотела сказать, друзья. На сегодня по основным валютным парам. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-то непонятно, записывайтесь на консультацию. Я с радостью вам помогу. Я с радостью вам отвечу. Я с радостью буду делиться с вами своими знаниями. Своими навыками. С своими такими тонкостями. Пишите. Но мне просто важно знать, что это вам интересно. Что вам это нужно. Поэтому, если это нужно, пишите. Пишите. А я сделаю все для того, чтобы вам помочь. Чтобы вы могли заработать. Чтобы вы могли снять такой, скажем, хороший ураганный профит. Я благодарю вас за внимание. С вами была Анастасия Час. И пока-пока. До следующего обзора. Субтитры создавал DimaTorzok